Знакомьтесь, это Дед. Человек, повидавший многое за свои годы, в том числе Тёмных Лордов Я Тёмный Лорд, я не... Я Кузя тогда И админов со скинами Канеки Кена Стар телом, но молод сердцем и душой И с таким девизом он и двигался по жизни И сегодня он в компании своего нового внука должен будет получить лицензию любой ценой И когда я говорю любой ценой, ребята, я это и имею ввиду А курировать их действия мы будем совместно с Дрындой Кстати, у него также вышел ролик, где вы всё это можете наблюдать от его лица Можете почекать по ссылке внизу Основной план действия я вам описал Зайти и получить лицензию, но не заходить в город и устраивать РДМ Ребята будут только защищаться от нападающих Ну а причины нападения мы узнаем на жалобах, которые подадут Дед с Внуком А играли мы на сервере Крамер Скайпиеву вы можете найти также в описании Запасайтесь чем-то вкусным, потому что сегодня мы отдыхаем от обычных админбудней на Дарк РП Т-64Б Самый современный танк нынешних войн Так это вообще старьё А я вот не против, давно на таких-то катался Вот у каждого будет свой танк Нет У каждого свой танк А как управлять? А, я понял, стойте А кто ему инструктаж проводил? Я не пойму, блядь Мы столько времени тратили на инструкторов, а как им управлять? Улучшение поставить А, улучшение... Сейчас я тебе турбину воткну, старый, подожди Сейчас всё будет Алалаешка, Алалаешка, как тебе танк? Обкатал его? Нормально? Ну это бы нормально пока что Не, нормально встала Так он летит 5 км в час Сейчас я тебе тоже обновлю, малой, подожди, стой на месте Сейчас будет у тебя современный танк, прокачанный Это танк на прокачку от экзибита Поставьте туда двигатель электрический Всё, я тебе турбину воткнул Поставить в танк суперчарджер, это, конечно, круто Но такая функция была доступна только нам Не спешите расстраиваться, ведь есть игры, где можно сделать куда больше, чем на Дарк РП Например, в Блэк Раша Перед тобой, как и в реальной жизни, открыты все двери Огромный автопарк и возможности тюнинга тачек На которых ты можешь разъезжать по разным семейным делам Будь то война за бизнес или обычная суета по городу Ну а если войны за бизнес не твоё То можешь стать военным, врачом или же полицейским Либо встать на мирную сторону и работать на благо города Электриком, газовщиком или просто вести свой же бизнес В Блэк Раша глубоко проработанная экономика, в которой важна каждая работа Поэтому ты найдёшь себя чем занять Постоянные ивенты типа Хэллоуина, Нового Года и прочих масштабных праздников Не дадут тебе заскучать Как раз там же ты можешь познакомиться с другими игроками и затусить с ними вместе А если ты хочешь стартовать наравне со всеми, то частое открытие новых серваков для тебя Игра доступна на Android и iOS, поэтому оценить высокое качество разработки не составит труда Переходи в описание и качай Блэк Раша на свой телефон Вводи промокод и начинай играть с крутыми призами на старте Ехала Да подожди ты не таразина, Молодя, старый Блин, быстрее, дед Помните, ваша задача взять лицензию Понятно вам? Хорошо Точно Будет выполнено Всё, поехали Дед, не откуда А мы будем высматривать нарушение А я за лавашкой Я буду на ходу поворачивать Ему обязательно остановиться надо, чтобы повернуть Какая-то Блэк Серёга, я пулемётом управляю Вылез Вылез Серёга, я пулемётом управляю Я сейчас твоего Серёге Кошку от Чихры Я наеду Тимофей Петров Тимофей Петров И первым нарушением у нас будет нон-РП у этого Тимофея Петрова Который просто так залез в чей-то танк зачем-то И начал расстреливать из пулемёта всех, кого он видит Тем самым спровоцировав перестрелку огромную Немного потом ещё пару человек нарушат Ферр-РП Потому что они скачут на танке, вокруг танка И им, в общем-то, всё равно на угрозы расстрелом Дед уже неплохо продвинулся, почти ко входу Дед, чуть-чуть права руля дай, попробуй заехать прям туда Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай Газ, нахуй я тебе турбину поставил, газ в пол жми Право руля дай, право руля Давай-давай-давай-давай Всё Болванчику скажи твоему, который с зайцем ездит на танке, чтобы отсюда Я-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай fail Го че люди, у меня был вThank Девчунки в relates to the Но, когда у меня находится по тому же все как Cool А сейчас высохновал Их до конца Как чувака Очень долго Нормально, я ники записываю, они же их вряд ли будут гонять. И сейчас, подожди, сейчас всё закончится, я их потэпаю. Чёрт, у меня тоже не стреляют. Эй, посты, а ты куда бежишь? А, всё, они пизды получили. А ты менты эти приехали. Ребят, ребят, мэрия пустая, мэрия пустая, мэрия пустая. Первая попытка подобраться к мэрии за лицензией не удалась, потому что какие-то челики начали бегать вокруг танков, другой вообще залез внутрь и начал стрелять, а оттого спровоцировалась огромная перестрелка. Конечно, градус абсурдности в этих всех ситуациях, которые будут в ролике, куда выше обычного, привычного нам на Дарк РП. Но, тем не менее, на серваке не было никакого нон-РП тайма, поэтому мы рассуждаем, отталкиваясь исключительно от правил. Короче, дед, подавай жалобу. Ну что? Ферр-РП. Так, первая Тимофея Петрова ТП, ты мне объясняешь ситуацию, что вот он там Ферр-РП нарушил танки, он на них лазит и всё такое. Хорошо. Добрый день. Здравствуйте. А меня слышно? Да, тебя слышно, кстати. Да, вас слышно. Отлично. Нова жалоба пришла от человека. Ферр-РП. В общем, рассказываю. Ферр-РП. Мы поехали с моим внучком, значит, лицензию получать в мэрию. У нас транспорта другого нет, мы на танках поехали. Нам долго её не отдавали, но мы начали этот теракт. И вот, пришёл вот этот вот непонятный, что и по баклаве. Начал по танкам лазить. Мы ему говорим, слезь, 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 слезь. Он не слазит, стоит дальше. Не боится вообще, что он на танке стоит. Я в любой момент отъеду, у него ноги переломаются. Вы не подумайте, но для начала я в кабину к вам сел, поэтому мне уже не было страшно. Я там из пулемёта что-то отстреливал с вами, если вы не заметили. Если бы я в кабинете нож в колено воткнул, я тебе говорил вылезти. Но это другой вопрос, я тоже вам мог нож в колено воткнуть. Я тебе говорил вылезти. А зачем вы залезли в танк? Ну я вот так тоже решил принять участие, я не власть, так скажу. Я хотел тоже лицензию получить, так вот захотелось мне. Ну это получается, ну, НРП и Ферр-РП. Не отрицаю, не отрицаю. Ну хорошо, я тогда даю джайл вам на 25 минут. Сейчас, можно я вот эту тупу беру? Нет, нет, нет! Он поплыл. Ну что нет, да, оно вообще никак не мешает, мне надо в карман его убрать. Я просто потом выйти захочу и не смогу его убрать, алло. Заджалил я его, что ли? Походу. Ну как минимум мы оружие его получили. Он в тюрьме, в тюрьме сидит, Готто Тимофей Петров. А, ну так я его заджалил, значит, всё. А, всё, да, он получается переместился в тюрьму. Так, следующий у нас идёт, кто там? А, Тимофей ликвидирован, Мирон Ериков. А на него за что? То же самое, там у всех по Ферр-РП идёт. Мирон Ериков, домушник. Ого, хуя себе, домушники по танкам лазят. Ну вот и ответ, собственно, почему он по нему лазил, походу. Мирон, здравствуйте, на вас жалоба поступила. По причине Ферр-РП. Пусть человек объяснит ситуацию. Здравствуй, короче, значит, мы с моим ночьком поехали этот, лицензию получить. Но у нас другого транспорта нет, поехали мы на танках. Вот. Да, он, походу, не понял. Танки приехали, танки устроили бой, грубо говоря, а он бегает вокруг них по танкам лазит спокойно. Ты, подожди, скажи ему, что это не совсем адекватно на танк залазишь, когда он бой ведёт. А что неадекватно в ситуации? Допустим, мы захотели устроить госпереворот, а ты, значит, под самые пули на сам танк залазишь и даже не боишься, что оно не поломается. Я ничего не говорю, я ещё раз говорю, если вы считаете, что твоя ситуация полностью адекватная, то без проблем. Скажи, что он впитал. Понятно, впитал. Да, окей, что я с тобой сейчас должен разбираться или что, скажи мне, я должен сейчас с тобой спорить о том, что... Конечно, ты должен отстоять свое мнение, ты мужик, не слушай, вообще нет. Мирон, я правильно понимаю, вы эту жалобу оставляете впитанной и я вас наказываю за ФРШПД. Да, мне похуй, я говорю, если вы считаете эту ситуацию адекватной. Адекватнее, пожалуйста, себя ведите на жалобе, она ещё не окончена. Что ещё раз? Жалоба ещё не окончена, адекватнее себя ведите, не выражайтесь, ему нету 18. Я... В смысле, почему я должен адекватно выражаться, если я и так нормально разговариваю? То, что сейчас человек не оскорбил на жалобе. Мне 17, ему 15. А то, что человек меня сейчас... А то, что человек сейчас оскорбил меня, выяснилось глаза, да? Он меня оскорбил. Мне 17, ему 15, говорю, не выражайтесь. Я не матерился. Нет, мне ему нельзя материться. Если вы можете себе это позволить, мы нет. Причём здесь это, я вам ещё раз говорю, он меня оскорблял. Мне 17, ему 15, говорю, вот, ещё раз повторяю. Мы почти пара. В общем, с нарушением вы согласны? Да. Ну, всё, хорошо. 10 минут. А, нет, 15. Вот таким вот образом у деда с его внуком не получилось зарейдить в первый раз мэрию. Но у них ещё осталось несколько попыток. И в этот раз они станут, блядь, динозаврами. Да. Да, ребята, вы не ослышались, они будут динозаврами и будут идти получать лицензию. Какой в этом смысл? Не ищите тут смысла. Мы каждый день на Дарк РП видим разнообразные профессии. То тёмный лорд, то ещё какая-нибудь хуйня. А тут динозавры. Ну, чем они отличаются друг от друга? Чё? Я стал динозаваром! Не, ну дед, кстати, ему это лицо больше идёт, мне кажется. Поздравляю, друзья. Теперь вы стали динозаврами. Ваша цель также взять лицензию. Хорошо. Но только вы разговаривать не должны, потому что динозавры не разговаривают. Вы должны только рычать. Побезали, сына. Ой, ну чё, прав, ну чё, блядь. Они заходят в город, пока всё в порядке. Почему-то вартигонды стоят. Так, вот идут, идут, идут. Пока нормально всё. Уверят он. Опа, дамаги пошли. А за что динозавров? Нормально, нормально, нормально. А чё просто динозавра стреляет. Малого уебали, малого уебали. Ебаня! А в кого вартигон ты вышмальнули? Слушай, Аллашка, я вижу твой труп. Ты можешь, в принципе, уже жалобу писать на мента, который начал расстреливать. Меня убил Дмитрий Гольд какой-то. Отлично. Наблюдай пока Антон за дедом, я ЖБ приму. У меня жалоба на человека Дмитрий Гольд. Ребята, а вы серьёзно хотите динозавра посадить, а вы в какую камеру его переместите? Они заставят его снимать РКП. О боже. Жалоба пришла, сейчас человек объяснит. Отошёл куда-то, видимо. А вот он тут. Короче, я был динозавром, ты подошёл и убил меня. Точнее, сдалека убил. Извини, пожалуйста, я думал, динозавров надо убивать. Локс. Особенно, когда они агрессивные идут. Мы не агрессивные шли, мы просто шли и всё. Мы ни на кого не нападали. Я больше не буду, мне уже сказали, что вы хорошие. Кто тебе сказал, что мы хорошие? Значит, он не знал, получается, а вы что думаете по этому поводу? Нужно его банить. Банить? Динозавров убивать. Сейчас, получается, по логам. А вы что думаете? Джайл, 15 минут у вас идёт. Всё, я жалобу могу закрывать вашу. Всё, спасибо, что забрали жалобу. Поскольку его убили прямо в самом начале этого марша за лицензии, мы решили дать ему вторую жизнь, и вы не удивитесь, наверное, но его снова хлопнули. Причём, понимаете, никто из наших главных героев сам намеренно не шёл драться с кем-либо. Просто шли и начали стрелять. Алабашку сардемили, можно алабашку. Опять? Да, сейчас, я подчеркиваю по логам, кто это сделал. Динозавр, постепутся. Так, святейший жмиль. Не можешь его тэпнуть? Не, не могу, сейчас я жду, пока он сам тэпнется. Здравствуйте, у тебя на вас жалоба поступила. Объясните. От кого от меня жалоба поступила? От него. Я, значит, что за динозавр возле дома культуры, и ты в меня начал стрелять в какой-то винтовке. Так, стрелял, помню, такой был. Ну и зачем ты это сделал? Ну а как иначе? Я вижу динозавр. Ну что, если иначе, я ж тебе даже агрессии не появил никакой. Просто шёл по судьбам. Это как агрессия, понимаешь? Меня, я не могу, я хочу обороняться в таких существах, как ты. Ну значит, ты больной, тебе доктор нужен. Нет, это тебе нужен. Это за что? А почему ты бегаешь, как динозавр? Они же вымерли. Я потому что динозавр, а тебе какая разница? Малой, скажи, значит, вымерли не все. Я говорю, как охотник, администратор. Какой охотник лицензию свою показал на охотничество бы? Ты бред несёшь какой-то. А какая всё-таки объективная причина убийства была? То, что это просто динозавр? Это был какой-то динозавр, я шёл, и он меня убил. Как объективная причина? Би килл. Ну вот вы увидели, грубо говоря, животное. Вы вопрос взяли, убили из-за чего? Я отыгрывал того, кто охотится, не знаю, в свой целый губень. Ты же с ним был динозавр, и я как... Ничего не отыгрывал. Я отыгрывал. Просто шёл. А ты докажи по логам, что я не отыгрывал. Вот докажи, возьми. Вот за телекорство... Да я динозавром был, я отыгрывал. А как это по логам доказать, собственно? Вы ми какое-то делали? Как не доказать? Что он отыгрывал? Динозавр. В смысле, как это доказать по логам, что он отыгрывал динозавра? По-моему, это и так очевидно, что он отыгрывал динозавра. Он же был динозавром, правильно? Правильно. Он был динозавром. А вы его убили. Так вы, типа, охотились как-то? Отыграли это как-то? Лицензия охотника у вас имеется? Жмиль Стронг. А вы кто по профессии? Это обычный гражданин, походу. Да, я смотрю по логам гражданский. Какой-то, нахуй, охотник. Так, а ну, по логам, как он его убил? Из чего? М14. Ага, М14. Вот, теперь слышно. Да, тебя слышно. Так, еще раз, задайте вопросы. Я тут, да, я охотник-то не назавор. Так что правильно понимаете. А документы какие-то вы получали от кого-то? Зачем я документы? Это мой гражданский долг. Да нет, ваш гражданский долг просто проживать свою жизнь гражданского, а не охотиться на динозавров. Мой гражданский долг спасать мое государство. Я вижу оно в опасности, понимаете, администратор? Вот вы ни хера не понимаете. Чего они несут вообще? Да какая тут безопасность? Человек объясняет, что он ни на кого не нападал, никакой опасности не нес. Я вот об этом вам говорю. А вы говорите уже про какую-то опасность. Если с другим динозавром, понимаете, была проблемка такая, что на него так же напали, и он оборонялся там, да, его можно было убить, потому что он, грубо говоря, давал сдачи, и там другого варианта уже не было. И как ты с динозавром договоришься? Никак. А в этом случае игрок играл на динозавре, и никакой опасности не представлял. Не нападал ни на кого, ничего такого не делал. Я вот об этом вам говорю. Я вам скажу, как я вижу. Мои принципы такие. Я вижу агрессивное животное, я знаю, что оно агрессивное. Я мыслью и слышу это, понимаете? Вы телепат? Я понимаю, что это животное меня убьет, растерзает. Вы медиум? Вы телепат? Все динозавры агрессивные существа. Они готовы резать и убивать. У меня другого выбора нет. Спасти моих сограждан. Вот моя... Резать? Резать? Я отыгрывал охотника. Я понял. А резать чем, собственно? И как вы чувствуете? Вы телепат? Вы в битве экстрасенсов участвовали или где? Ну, вот вы там что-то чувствуете, что кто-то плохой, кто-то хороший, кто-то агрессивный, кто-то добрый. Понимаете, видно, по животному чувствуется сразу, кто агрессивный, а кто нет. Ну, вот животное идет, и все это сразу нужно его со всех орудий убивать, да? Прикольно. Такого я не знал. Конечно, это представляет угрозу. Это эмпирически. У меня, понимаете? У вас мирная профессия, прежде всего, понимаете? Я мирный человек. Я защищаю своих граждан, понимаете? Да, дело не в том, что вы мирный человек, не мирный. У вас профессия, мирное назначение. Так и что дальше? Вот, и то дальше. Вы можете содействовать какой-то криминальной деятельности, но сами ее вести не вправе, по правилам. Поэтому у вас будет фрикилл и нон-рп. И поскольку я вам выдать сам не могу наказание, вам придется это сделать самому. Вы себя? Я не согласен, администратор. Это все хуйня ебаная. И гали моя за ухо. А, нормально вообще? Раз вы так считаете, считайте. Это ваше мнение. Просто выдайте себе наказание, а потом вы обжалуете спокойно, думаю. Не может быть, чтобы я сам себя забанил. Вы понимаете? Это не объективно будет, если я сам себя забанил. Нет, это будет объективно. Это, поскольку вы являетесь сами админом, это как раз подчеркнет то, что вы рассудительный человек и готовы признавать ошибки, идти на уступки и всего-то. Ничего плохого в этом нет. Считаю, что должен прийти мой коллега, меня забанить. Так как я плохой человек. Да, в этом ничего сложного нет. Вы можете сами себе выдать наказание, я думаю. Я вам сейчас пропишу просто форму, которую нужно будет вести, и все. Сделайте это, пожалуйста. Я хочу это. Что бы вы это сделали? Вот, форма, бесночечки, пропишите. Ваша жалоба закрыта, дорогой игрок. Просто представим, будет идти здоровая собака, которую вообще-то никогда не видел в жизни. Вот она просто идет. Да, нет вообще никакой причины убивать динозавра, когда он на тебя еще не напал. Ну блин, да потому что он дебил. Он отмечивается говном каким-то. Почему ты молчал все это время? Ты бы ему базу выдал. А в этот раз ребятам предстоит получить лицензию на вертолеты. И да, вы правильно поняли. Чтобы получить ее, нужно отправиться в мэрию прямо на них. Не так абсурдно, как с динозаврами, но все же реализуемо. Если кто-нибудь не начнет случайно стрелять по вертушке. Давай, Лаваевка. Лицензию мне подавайте, вы. Где мэрию забыл? А? О, похмельный герой, Паша. Ты не стрелял где-то сейчас? Не стрелял, да. Не стреляйте, главное. Вы только стреляйте во дверь. Мы не хотим никого, Эрдей. Вот по похмельному, да, и Паша. Это ментяра, да, но он заслужил. Дюхай, дюхай, мои трусы. Че? Да не ты. Здравствуйте. Здравствуйте. Жалоба пришла. Стрелять. Да, говорится, начали. Или как еще раз? Ты начал стрелять по вертолету, короче. Мы ничего не делали, и ты стрелял по вертолету, вот. Ну, около мэрии были. А товарищ администратор знает, что вертолет вообще делал? Ну, это в целом. Они просто летали за вертолеты, скидывали бомбы и расстреливали всех. Первые не стреляли. Вы начали по нам стрелять, самые первые. Мы только начали скидывать бомбы и ракеты шмалять, когда уже вы по нам начали стрелять. А, хорошо, объясни мне. А что вы вообще делали? У нас был РП-процесс. РП-процесс, военный вертолет над городом. Я как должен реагировать на это? Мне кто-то объяснил, что это какой-то РП-процесс, не надо стрелять. Я вижу боевой вертолет. Ну, типа, что мне еще с ним делать? Надо было никак не реагировать. Надо было же терпеть. Ну, извини, дружище, я не в Авдеевке живу. У меня вертолеты каждый день не летают. Осуждаю! Осуждаю. Еще что-нибудь скажешь на этот счет? У нас был РП-процесс, но надо было лицензию получить. Товарищ администратор. А зачем ты стрелять по нам начал? Нахуя! А потому что я... Ну, не каждый день у меня вертолеты, знаешь, летают. Знаешь, что-то по твоему лицу. Ты каждый день их ловишь, а не летают они. Ну, спасибо, конечно. Не, за что ты зачем-то стрелять по нам начал? У вас надо декватное объяснение причины. Так вот, не каждый день вертолеты летают. Вот, не каждый день у вас вертолеты летают. Что ты знаешь, какое-то адекватное объяснение от меня хочешь? Ну, вот вертолет летает. Я что с ним буду делать? Ну, вот смотрите, у вас по городу, к примеру, над городом, у вас пролетает вертолет по своим делам каким-то. Вертолет же может иметь свои дела, правильно? Вертолет? Ну, да, может иметь свои дела. Ну, пилотируемый кем-то вертолёт, он не просто аж так куда-то летит. Ну, резонно, да, резонно. Вы, будучи кем? Вы командир SWAT или спецназа? ОМОН, да. А, ну, вот ОМОН, да. Вы в такой ситуации, ну, действительно бы стали обстреливать, будучи, ну, грубо говоря, соло-вертолёт? Ну, вот, мне просто интересно. Не, ну, в реальной жизни, конечно, да, обстреливать я бы его не начал, соглашусь. Ну, вот. А тогда что? Где ты нафига начал стрелять? Ну, потому что, наверное, у нас всё-таки сервер Гаррис Молли. Чё такое сервер? Чё это? Ты по НРП говоришь. Тебя там товарищ подсказывает. Папа твой. Скажи, ну, давайте ближе к Су, всё, я не прав. Чё, ответить нечего? Да, всё, мне нечего ответить, всё. Я лошара. Да, я лошара. Да, абсолютно. Впитываешь губка, впитываешь? Впитываю, впитываю. Губка бом. Губка бом, губка бом, да, мой юный друг. Понял, что я, короче, нарушитель. Выдайте мне блокировку перманентную, я считаю, я заслужил это. Видал, как я тебя попустил, да? Молодец, 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 дружище, красава. Просто успею. Нахуй. Мы обязательно выдадим тебе вот это. Блядь. И тут я понял, что мне пизд... Да ёбан. Ты меня развертал, я был статуэткой, блядь. А он может давить своими ногами, прикинь, людей, ебать. Я это на себе испытал, я превратился в эту статуэточку маленькую, гавайскую. Он на меня наступил, блядь. Я говорю, что у тебя научился быть дед инсайдом. Почему? Ну, потому что у тебя лотанка, как у дед инсайда. Ну, ладно, ладно. Ты вступаешь в АО Гири? Это что? Это вот я там состою. Чё? О, а не Гири, вот, я там состою. А, а не Гири, это, этот, еда такая. Ну, ты в них вступаешь ко мне? Ну, не знаю, я один раз кушал, и его динормально. Ну, вот, раз нормально, то чё нет? Ну, да. Всё, теперь ты тоже в АНИГИРе со мной. Ну, богули.